Каков Лев Валерьянович? Я сегодня до зари встану По широкому пройду улю На дружбу товарищ пронес по полам И хлеба, горбушку и духа полам День победы, день победы, день победы Сейчас страна знает, что вам идет 61-й год Тем не менее, передо мной 40-летний парень Который 30 раз утром отживается от земли Как вы поддерживаете такую форму? Теперь уже не 30, а всего 29 Подойти утром, посмотреть на себя в зеркало Посмотреть, как ты выглядишь Собраться Подойти к стулу, повернуть его, отжаться Надо обязательно каждое утро заниматься самим собой Говорят также, что вы так молодо выглядите Потому что никогда ни с кем не вступали в конфликты Ни с властью, ни с отдельными начальниками Ни с конкретными людьми Ну, что значит не вступал? Ну, наверное, были какие-то моменты Когда я становился нетерпивым каким-то Иногда зачастую, может быть, даже Что-то меня злило Но во всяком случае, да Потому что мне не хотелось бы разрушать себя Для того, чтобы заниматься творчеством Тем непосредственным делом Которому я, собственно говоря, и тяготею в жизни Но все-таки это немножко вредит вашему образу Потому что когда про вас говорят кремлевский соловей То все-таки есть некая тут аура бесконфликтности Нет, ну я, во-первых, уже этот термин забыл Во-вторых, он неправильный совершенно Потому что я не знаю, откуда это родилось Может быть, в силу каких-то обобщений Которые были на заре нашей перестроечной жизни А в принципе у меня Я по жизни лирики, романтики Из кремлевских песен я, пожалуй, спел Единственную любовь комсомола весна И то это была песня нашей молодости Я думаю, что ее напевали все комсомольцы С удовольствием И не только где-то, так сказать, на съездах и прочее Но, может быть, даже и под гитару где-нибудь В стройотряде или еще где-то В Кремле выступали не вы один Но все-таки все остальные мегазвезды Там про Валерия Леонтьева Конец, свет Я же выключил его, а Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров Про них слухи всякие говорят Алла Борисовна посылала всякими крепкими словами кого-то Иосиф Давыдович и друзья неправильные А у вас все правильно, везде все правильно Ну, что же мне делать? Вот такой я, такой я хороший человек Как говорит мой друг Добрынин Спасибо за правду Такие бытовые конфликты там с милиционером, допустим Нам приходится часто, правда Вот мы едем на улицу, у нас незаслуженно кто-то остановил Ну вас-то, кто вас остановит? Меня не останавливает Если останавливает, я говорю Что, мой дорогой, что тебе нужно? Он говорит, ничего Остановил, чтобы поприветствовать Вот, в основном это на таком уровне Но я очень уважительно отношусь к этим людям И считаю, что те, кто нарушают сплошную линию, они неправильно поступают Вот, это как бы уже такая противозаконная акция Но при этом вы никогда не выступили против мигалок, которые позволяют нарушать любые правила Я категорически против этого Вот я стою, вот я никогда, я не прошу мигалки, я не прошу талон без права проверки Но вы не выступали против тех, кто имеет мигалки Ну, я же не публичный, не государственный человек Ну что ж, где я? Я могу вам сказать это, я могу сказать своим друзьям Какое безобразие? Зачем все это? Почему этому потакают? Ну, если бы я был членом Государственной Думы или член, так сказать, правительства Или хотя бы каким-то советником У вас такой авторитет в народе, что к вам прислушаются больше, чем ко всем депутатам Прекрасно, тогда дайте мне возможность и аудиторию Вот сегодня, скажем, на этой встрече я могу сказать Я категорически против того, чтобы были мигалки, чтобы были спецпропуска Чтобы люди нарушали, так сказать, правила дорожного движения А с этими мелочами приходят и нарушения, большие нарушения закона Я категорически против этого И я живу сам по закону Эх, дороги, пыль да туман Холода, тревоги, да степной бурья Недавно я процитировал в передаче с Жигарханяном Михаила Казакова Который сказал, что раньше в президентском совете по культуре Был академик Лихачев, теперь Лариса Долина, Геннадий Хайзанов Не хватает только Вовчика и Левчика Просто Миша, наверное, не знает других артистов Так что первое, что пришло в голову, это раз А второе, просто ему надо было немножко раньше вернуться Не тогда, когда все места уже теплые были распределены Так что это его проблема Наверное, когда-нибудь его тоже пригласят в совет при президенте Нет, я-то не думаю, что он уж туда очень рвется Но... Вы знаете, все рвутся, ну поверьте мне Ну кому же не хочется быть около власти? Я не говорю конкретно о нашем президенте, но около власти вообще Власть дает преимущество огромное И у нас власть в стране, у нас все наперекосяк, как бы, понимаете У нас власть нужна для чего? Для того, чтобы иметь возможность зарабатывать деньги, вот и все А на самом деле, везде в мире это наоборот А на самом деле, я бы не отказался, так сказать, быть советником президента Но меня туда не пригласили А мне всегда чего-то не хватает Зимою, лето Зимою, лето Зимою, лето Зимою, лето Осенью, весны Вас продолжают все звать Лёва, Лёвушка, даже Лёвчик Я даже вот записывал передачу, не смогу себе представить Что я Аллу Борисовну зову Алла Алчик, Алчик, да? Я же, Давыдович, мне раз пять говорил, что я могу его звать Йосиф Язык не поворачивается Почему вы не Лев Валерьянович? Ну, я не знаю, для кого-то я Лев Валерьянович Но мне бы не хотелось этого, конечно, потому что Ну, я не хочу сказать, что я моложусь как-то И мне хочется быть, как бы, помоложе немножко Ну, не знаю, очевидно, образ сценический, он диктует и вот такую форму обращения Вы создали музыкальное агентство Зачем вы взялили на себя эту ношу? Вот сам всё время думаю, зачем? Ну, если бы только музыкальное агентство А какой у вас бизнес? В силу того, что у меня есть друзья, которые занимаются дизайном или там, так сказать, изготовлением Мне думалось, что это будет достаточно интересное и прибыльное дело Ну, как на сегодняшний день, к сожалению, это одно из самых нерентабельных деревообработка Одно из самых... ну, мебельное дело Может быть, ну, одно из самых таких неудачных, мне кажется, явлений в нашем бизнесе Пока, так сказать, по нулям, ну, ничего не теряем, но вместе с тем Всё-таки на производстве работают люди, им регулярно выплачиваются деньги Иногда я выплачиваю честно, вот сейчас я никогда этого не говорил, но иногда не хватает денег И приходится просто вот выплачивать, так сказать, из своего кармана Это когда вас ваш партнёр кинул? О, кинул, да Партнёр, это не партнёр, это просто нехороший человек, я думаю, не хочу об этом даже говорить Спрашивается, вот я всё время говорю, ну, чего мне не хватает? Я пою, я востребанный человек Я, скажем, зарабатываю себе на жизнь, нормальный всё, я не бедный человек Но, ну, вот это вот, знаете, вот какая-то, вот, как русский человек, где-то шило оно, беспокоится Ваш друг Дербенёв сказал, что ты такой добрый и покладистый, что если бы ты был женщиной, ты всё время ходил беременным Как же можно с таким свойством быть бизнесменом? Ну, понимаете, во-первых, это было сказано давно, с тех пор я очень, очень здорово изменился, жизнь меня потёрла, побила, поломала